Привет, мои дорогие подписчики! На связи Валерий Овечкин. Друзья, представляю вам канал Валерия Овечкина. Уже 1 сентября он разыграет макбук среди своих подписчиков, а также еще несколько призов. У себя на канале человек рассказывает, что такое госзакупки и как на них заработать. Это не лохотрон. Кстати, каждый, кто подпишется и выполнит условия конкурса, ссылка в описании, получит в подарок обучающий пробный курс. Подписывайтесь, смотрите видео с условиями конкурса и получайте призы. Боксер и депутат Николай Валуев заявил, что Россия запросто может обойтись без импорта. Не вопрос, а чем же заменим импорт? Спортсмен ответил экспортом. И ведь не поспоришь, начинаем. А если серьезно, вот ребят, когда писал данный сценарий, внимательно изучил свою комнату. Компьютер, за которым я тот сценарий писал, не отечественного производства. Телефон, который лежал рядом, тоже. Туалетная вода, которой пользуюсь французской игрушки. А я очень люблю игрушки. И те китайские. Шкаф, блин, из Икеи. Стол из Икеи. Диван тоже. Ковер на полу. Не поленился, посмотрел. Казахстан. Я в окно выглянул. Как думаете, сколько я там обнаружил автомобилей российского производства? Ноль. Ни одного. Хорошо. Давайте дальше пойдем. В магазин продуктовый предлагаю заглянуть. Картошка, Израиль, Египет. Огурцы, помидоры, зелень, Азербайджан. Фрукты забугорные. Кофе в чашку налил. Производство компании Nestle. Господин Валуев, а у нас-то что своего есть, чтобы от импорта отказаться? Туалетная бумага и валенки. Даже телевизор, посредством которого вы людей идиотами делаете, и тот из-за рубежа в великую и могучую приперли, а на заводе Темп, который когда-то российские телевизоры выпускал, теперь офис телекомпании ТВ-центр. Месье Валуев, расскажите нам всем, вы че конкретно экспортировать собрались? Нефть, газ? Так вы, дорогие слуги народа, уже 30 лет это добро прекрасно экспортируете, причем нам с этого ничего не обламывается. Лес тоже и тоже без нас. А заводе Темп выше сказал, ребят, вы уржетесь, что они продают до сих пор платы вот такие вот для советских телевизоров и радиоприемников. Кому они нужны? Японцы с китайцами на раз-два скупают. Там очень высокое содержание драгметаллов, потому что... А как это по-русски называется? Правильно. Воровство. Растаскивают страну, патриоты распрекрасные, а нас жизни учат. Патриот Соловьев виллу в Италии прикупил, у патриота Познера тройное гражданство, у патриота Пескова вся семья за границей, живет нынешняя жена Навка, гражданка США. У патриотов Мизулина и Родниной отпрыски тоже в штатах родину любят. Перевезите своих детишек сюда, только не в Москву, а в какую-нибудь в Оркуту. Пусть устроится в магазин «Пятерочка» за 20 тыр, поверьте. У них тогда не просто любовь к родине и березкам проснется, а страсть настоящая. Это реальная журналистика. О любви к родине сегодня поехали. А на Урале, друзья, судят пенсионерку, жительницу села Покровское Ирину Куценюк. Знаете, что сделала подлая старушка? Никогда не догадаетесь, но я вам сейчас поведаю. Короче, в селе Том два месяца не было горячей воды. Пенсионерка обивала пороги администрации города, района. Даже депутатам писала тщетно. Ну, некогда депутатам. Они же кто в отпусках, кто с импортом борются. В общем, позвонила женщина журналистам местного ГТРК. Ну, и чтобы максимального резонанса достичь, расклеила по село объявление. Так, мол, и так, граждане-земляки телевидение приедет. Давайте-ка шум поднимем. Ага. А теперь тетку обвиняют в незаконной организации митинга. И грозят ей либо штрафом, либо обязательными работами. Слушайте, я балдю с этого дурдома. Мне просто хотелось бы посмотреть в глаза тому следователю, который на нее дело заводил. На судью того глянуть хотелось бы. 30 августа, кстати, судилище случится. Слушайте, неужели же в нашей стране все менты Захарченко, а все судьи хахалевы? Нет, дед был следователем, порядочным человеком. От деда осталась дача в садах ГУВД. Практически все мои соседи по даче, бывшие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, судейского корпуса. Почти все они уже на пенсию, но это приличные люди. Что произошло-то в Новой России? Почему новые стражи порядка в непорядочных людей превратились? Я сам Суворовское училище закончил. Высшее военное. Среди моих друзей детства очень много парней, кто сегодня служит в силовых ведомствах. У них девиз по жизни – служить и защищать. Я со многими общаюсь до сих пор. Там подлецов-то почти нет. Откуда вот эти негодяи берутся садисты и мутанты? Мы ведь вместе присягу давали, ну, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Или я какую-то другую присягу давал? Вот эту историю очень хочу с вами поделиться. Помните, в 2010 году чему же российские во главе с тогдашним президентом Димоном затеяли создать национальную поисковую систему «Спутник» – наш ответ Гуглу. Распиарили этот проект денег, в него вломили немерено. Ростелеком, кстати, освоением тех сумм занимался. В 2013-м проект запустился. Ростелекомовский портал «Спутник» запустил собственный одноименный мобильный браузер. Сейчас он на стадии альфа-тестирования, но уже есть в магазине Google Play, а вскоре должен появиться и в App Store. Продукт отправлен в Apple на модерацию. Правда, уже через год проект начал сдуваться. К концу 2014-го аудитория портала сократилась на 90%. В посткризисном 2015-м Ростелеком сообщил об убытках «Спутника», которые составили ни много ни мало 150 миллионов рублей. В 2016-м у компании возникли планы переориентироваться на корпоративный рынок, на что через год в 2017-м государство потратило еще 3 миллиарда апофеоз. На дворе 2018-й поисковая система «Спутник» признана банкротом. Стесняюсь спросить, что же это за эффективные менеджеры такие управляли процессом, которые умудрились угробить проект в настолько кратчайшие сроки, и кто, к слову, за это дело ответит. Целую кучу денег спустили в унитаз, причем не просто спустили проекта. Второе лицо в государстве курировал в каком-нибудь Microsoft или Apple. Таких вот горе-менеджеров в шею выгнали, но только не в России. Так почему у нас так? Потому что широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. И всего остального тоже. До фига. А вот это видели? Слушайте, я даже не знаю, как это комментировать. Это дурной сон. Какой-то и депутат Валуев при этом вещает, мол, нам пора отказаться от импорта. Господин Валуев, мы уже довставались с колен до такой степени, что шаурму вон в кредит людям купить предлагают. Что дальше? В одной из прошлых программ я предложил талоны налазания по помойкам народу раздавать. Ну, я-то пошутил. А вот подниматели с колен, походу, совсем скоро данную идею в оборот возьмут. Они, кстати, пробовали некоторое время назад эту тему в массы протолкнуть. И я даже это показывал у себя в эфире. Хотя, чтобы не быть голословным, набис. Даниил и Арена уже несколько лет не тратят деньги на еду. Молодая пара фреганы питаются тем, что найдут на мусорке. Вот тебе и еда. Ну, смотрите, плесени нету. Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры. Даже одежда, которая сейчас на них вся найденная или подаренная. А я люблю наших депутатов и чиновников. Я не знаю, что бы я без них делал. Ну, вот представьте. Жили бы вы все как нормальные люди, как в какой-нибудь загнивающей Европе или Америке. И чем бы я занимался? Бьюти-блок вел. А так, я вам опята о патриотизме, рассказываю о любви к родине. И действительно свою родину люблю. И вот эти вот тупыри почему-то не любят слуги народа. Постоянно придумывают для своих избирателей какую-то гадость. Давайте импорт ограничим. Ну, вначале рассказывал, давайте. И будем, как в конце 80-х, кильку в томате жрать и дальневосточный салат из морской капусты. Чем производим-то? Ну, вот еще раз хочу задать этот вопрос. Что конкретно мы производим? Танки, патроны, снаряды, туалетную бумагу. Мы вот это есть будем. Вы за МКАД выезжали, господа народные избранники. Ну, вот хоть раз. Сколько колхозов, совхозов вы видели в той же Московской области? Их по пальцам на одной руке можно пересчитать. А я все их названия могу сказать. Сколько колхозов сегодня функционирует в Тверской губернии? Хотите, отвечу, три. В чем мы первые? В телевещании разве только. У нас телеканалов больше, чем снега. Зимой на улице. Ах да, еще пивников немерено. Ну, магазинов, которые пиво в разлив. Там еще посидеть можно, как в кафешке. Ага, вся страна квасит и смотрит телевизор. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Ладно, все, закругляться пора. И это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее сверху. Больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть, что почитать. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.